чете получается там я хочу пообедать еду я веру сегодня попросил печенье а что ты заказала так пока надюша там прихорашивается перед почтой чем не в этой комнате в общем вот так вот я подшил не подшил как это в общем обвязал это профилем я его не закреплял пока ну вокруг закрепила вот эти от которые перемычки потому что вдруг здесь как бы сикась на сикась чтобы можно было туда-сюда подвинуть там на сантиметр на два если что потом но недолго там пару саморезов крутить вот а сейчас пока вот наверно от этой стенки хочу заняться здесь поставлю маячок в этом углу не знаю в общем она то стенка такая буквой зю как это все выравнивать она как бы конечно кривая было едем 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 это это ты не довезешь едем на машине не влезет в руки две посылки клей три штуки она этот объектив не туда они одинаковые разрез ножницами а вот на объектив до кругленькая большое поменьше и чуя силиконовый чехол короче они сразу это что один магазин не знаю куда-то нибудь поедешь и в карман положил только сюда на мне кажется веревочку сделать все занимайтесь короче два в одном пришли еще батарейка осталось да осталось дождаться батарейку так опыт опыт быстро пришла силиконовый чехол наверно не пойдет ну это тут в подставку вставляется подходит куда-то поедем туда же можно веревочку так будто она классно что кармане не запылилась конечно удобно только это уже на без этой штуки дорого стоит 200 и чем-то стоит чехол почти 300 рублей и это 300 счет стоит то есть три комплекта 300 чем-то да ну как бы не особо дешево да вот так сама приклеивается прикольно тоже последняя осталась смотри у тебя не страшно будет трогать его получается сюда стекло сюда стекло еще и сюда стекло еще и крышечка дайте без кармана достал раз главное пальцами туда не лезть пока вы этот сам чехол очень быстро почему-то очень сильно нагревается вот эта штука очень прям можно даже обжечься может это так не должно быть может это только у нас так ну туда вот объектив почему-то нагревается удивительно причем другой градусов 45 на 50 то есть не больше там не так все 90 такая картошка классно по счетчему веленью по моему хотенью так друзья пока есть секунда времени вот там мой рабочий стол хочу показать этот надюша купила камеру вот я с ней уже снимаю давай-ка название вот друзья осмо экшен вот сейчас поделюсь первыми впечатлениями но уже больше недели я и снимаю так это надюша заказала сейчас пришел комплект стекол сюда-сюда на объектив и на экран чего в этой камеры отзывы у нее идут вторые после sony то есть от экшен камера sony беренька такая знаю да многие блогеры но про эту камеру сразу следующие отзывы идут после той что плюсы на соньке нету ни одного экрана здесь вот вот раз экран да вот видно что снимаете но он быстро гаснет во время съемки ну второе что у этой камеры вот второй экран здесь вот сбоку кнопочка одно прикосновение опа вот он второй экран то есть можно снимать с себя самого задний фон видеть опять же так раз вот сзади экран здесь у этой камеры менюшка то есть вот так вот проводите по экрану экран сенсорный одно меню да назад второе меню назад вот но вверх вниз каждый раз разное меню настройки выскакивают записывает это камера 4k вот записывать что у нее в общем сразу скажу видео тяжелое вот у нас есть старый ноутбук он как бы или справлялся с теми камерами которые у нас были вот фотоаппарат и вот эта камера вот было вот мы взяли новый ноутбук как бы очень быстро все работало но на этой камере он начал тупить то есть 4k разрешение следуете надо видеокарту помощнее вчера минус я так понял что здесь вот где-то наверное микрофон стоит вот и и надо держать плотно в руках малейшее какое-то движение пальцем по камере вот такое вот там вот так вот сбоку что нибудь то есть вот держать надо уверенно и и нажали запись держите ну если проводите так вот какие-то движения получается звук шибуршане у меня на первых видео было такое вот что неприятно я вот это уже как бы стал более держать эту камеру уверенно следующее ну вот мне очень нравилось вот эта камера конечно вот здесь можно приблизить в 30 раз да вот если такая вот 60 раз но не hd в общем видео очень плохого качества конечно вот вот эта камера я очень жалею что она сломалась ну все для своего я сейчас сравню эту камеру хочу сравнить то есть но я вот снимаю сейчас canon фотоаппарат он снимает чуть чуть лучше чем вот эта камера разрешение лучше ну как бы разница небольшая приближает единственное что он так сильно не приближает приближает всего-навсего 8 раз эта камера приближала в 30 раз эта камера не приближает совсем но у нее широкий угол обзора и на ней не надо настраивать резко сейчас я немножко что-нибудь покажу вам для сравнения сниму сначала на canon потом на осмо так друзья это canon ну это осмо экшен попробую снять с себя самого любимого вот с этого ракурса да вот это canon вот это осмо экшен вот здесь плюс конечно что я сам себя вижу попробую с цветочками ну я думаю что конечно здесь будет вне конкуренции canon вот наши цветочки да вот я могу сделать вот так вот приблизить это все вот и детально давай эту вот то есть можно вот так вот это все рассмотреть вот то есть могу вот этот цветочек выбрать могу вот этот цветочек я могу настраивать резкость на любой цветок конечно это большой плюс это те же цветы осмо экшен вот но здесь можно поближе поднести камеру но мне кажется она все равно уступит canon ну хотя в целом неплохо так мы самый большой плюс друзья вот что я захожу в баню вот открыл я баню до маленькая комната относительно вот что то есть там вот один угол здесь второй угол это большая стена вот я зашел что я здесь могу снять вот и тут отклоняюсь назад как можно дальше вот лежак ну как то вот ну вот все хорошо видно но попробуем вот какой угол обзора у этой камеры ну делаю то же самое открываем дверь опачки друзья видите да я поворачивал сюда чтобы в один угол посмотреть и сюда чтобы в другой угол посмотреть я вижу буквально что творится за дверью вижу потолок то есть если снимать вот так вот здесь получается моя баня просто бесконечная просто огромная целый вагон немножко не такая конечно передача цветов оттенков но видно все видно все шикарно на самом деле очень маленькая комната друзья но вот в эту камеру видите да как это все от плюс то есть получается можно снимать маленьких помещениях довольно при неплохом качестве здесь даже можно снимать если ты залез куда-то там я совсем не удобно совсем не развернуться с этой камеры будет все замечательно еще бы конечно на нее подсветочку так в комплекте такой вот чехол да я снимал вы видели пластиковый крепление вот такой вот это одно крепление это второе вот ее можно использовать как регистратор да вот почему с этим креплением ношусь она подходит у меня к штативу специального к не нету от крепления под стандартный вот вот такую штуку нету ни у крепления ну по ширине она вполне приемлемо сейчас покажу вот здесь настройки в общем вполне подходит вот так вот я приспособил так еще почему-то греется объектив вот здесь вот вокруг объектива нагревается прямо так градусов 50 может даже 60 когда долго снимаешь вот я не знаю должно быть так не должно вот но год гарантии будем стараться пользоваться ей активно такой вот обзор небольшой еще плюс здесь вроде бы неплохая стабилизация на ней вот в отзывах пишут что получу чем на gopro цена гораздо дешевле вот в комплекте еще был шнур просто шнур для зарядки здесь вот не снимая чехол можно открыть здесь micro sd вот зарядка и еще в инструкции написано что можно с ней нырять на 11 метров без дополнительных всяких устройств ну я нырять не буду но в инструкции написано что она как это в общем водонепроницаемая так что даже если по дождь попали с ней не криминально то есть Продолжение следует... 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 это с капустой с яблоком или сегодня я уже точно не буду ставить нас нет уже на кухне сплит системы становится очень жарко я не люблю сладкие пироги без сахара не сладкий но не протыкай пускай настоится там или чё а ты хочешь можно вот мой красивый а а а а и вот а и а и а и и и и и и друзья еще один маячок немножко тут под накидал вот что эту стену уголочек там не хватало докидал в общем буду эту стену тоже пытаться подровнять вот эту часть стены вот я зато за что который кусочек а вот здесь на дверь и здесь здесь отдельная песня я даже не представляю что здесь делать буду зато фантазировать привет 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 я пришла за этот экзамен сдавали что там было это было собеседование в магистратуру я его прошла надеюсь успешно набрала 85 баллов из 100 вот и я рассчитываю на то что я поступлю мы тоже надеемся что-то да буду раз в полгода получается приезжать сдавать неделю работать будет продавцом пока еще не определилась где пилоте или пятерочки да у него еще у него нет про и машины прав нету ничего не права есть у всех есть право хранить молчание права на права на тайну подняться мать из а что и меня есть право на собственность цедок звучит как будто то есть вот документы у меня там не написано что это твоя собственно записан у вас права на собственность до него ясо затем просто не есть право как-то так как-то странно. То есть, если понадобится кому-то эта земля, могут просто сказать так. Всё, типа. Твоё право забираем. Забираем твоё право на собственность. Как-то сформулировано так, подозрительно. А ты чё там прячешься? О, мне так удобно, комфортно. Вот если я так вся на общей разницы не будет. Что это за тарелки? Когда вы выбросите не по фаншую тарелки, они со всякими, вот видите, изъянами. Ты же сама приветствуешь людей, которые вторсырьё используют, вот, а их в экологии заботятся. Что-то как-то они поймут. А ты говоришь, что вот надо заботиться, а то вот выбросить и выбросить. И чё, засорять планету? Если все будут тарелки выбрасывать постоянно. Вот есть в Библии момент, там, когда Иуда Христа предал за 30 серебряников. Опять он со своей сектой. Но вот он вернул эти деньги. На эти деньги что купили? Землю горшечника для погребения странников. То есть вот неизвестно, кто умер, закопали там. Земля горшечника стоила дёшево, потому что там были одни от старелок осколки, там, с горшков. Вот. Там ничего не посадишь, ничего не вырастешь. Вот если мы все будем выбрасывать. Нет, ну это же можно переработать потом. А просто есть такие вещи, как, например, ну, нижнее бельё. Вы же тоже не можете, если оно уже испортилось, порвалось, вы же его выбросите. Как вы его будете вторично использовать? Шприцы тоже как. Один раз использовала и всё. Друзья, сегодня прочитаем с девятого текста по восемнадцатый, третью главу послания к римлянам. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены, все под грехом. Как написано, нет праведного, ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все собратились в пути до одного негодный. Нет делающего добра. Нет ни одного. В гортанях открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и упакуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божьей перед глазами их. Здесь Павел делает акцент на все-таки, что нету разницы между иудеями и язычниками. Абсолютно все грешные. И дальше он перечисляет пророки. Пороки, которыми полна эта земля. Такие тексты для размышления, друзья. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что остаетесь с нами. За комментарии спасибо. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok